МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исследование содержимого показало, что в свертках находится наркотик. По версии оперативников, 21-летний пассажир сбыл зелье 36-летнему водителю, после чего они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел. По факту сбыта наркотиков в отношении пассажира возбуждено уголовное дело. Санкция статьи до 15 лет колонии. Водитель будет отвечать за хранение наркотиков. Санкция статьи до 10 лет. В отношении задержанных избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В минувшую субботу в поселке Авакумово прошло открытое первенство по дворовому хоккею. Инструктаж перед игрой проводит его организатор и главный судья Алексей Ярцев. Если после вашей руки взял мяч ваш товарищ по команде, мяч отдается последнему игроку туда. Особо ценятся интеллигентные, хитрые, умные голы. В составе участников шесть команд. Участвуют команды Бурашева, Мауса, команда деревни Палкино, команда управления службой судебных приставов, Щербининская школа. Еще сейчас, наверное, две команды приедут. Опыт участников соревнований разный. Команда Алексея Ярцева играет больше 15 лет. Играли еще даже банкой спуск сгущенки в Сосновом Бару просто на грунте. Потом, как говорят, мячами, потом на лед шайбы стали выходить. А вот для имаусской команды это первая игра в дворовый хоккей. Занимаемся вообще флорболом. И для нас флорбол это больше, наверное, детский такой спорт, когда мы с ребятами детей ставим на ноги, поддерживаем. И дворовый хоккей это для нас лично новое. Это в здоровом теле здоровый дух. И это действительно здорово. Нужно выходить из домов, тем более такая замечательная погода. Морозиться, свежо, пошевелиться. Потому что все закостенелые, все двигаются мало. И в такие интересные непростые времена, как сегодня, надо действительно выбирать время для того, чтобы посещать его спорту, своему телу, духу, закалять. И своим примером показывать, что действительно это здорово и полезно. Среди участников команда регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Это очень хорошая, слаженная команда. В управлении есть и профессиональный хоккеист, есть люди, которые много-много времени играют. Очень хорошая команда. Она была даже победителем у нас, чемпионом. И в разные годы занимают разные места. Забегая вперед, скажем, судебные приставы на этом первенстве завоюют серебро. Первыми станут спортсмены деревни Палкино. Но призы, медали и кубки ждут игроков впереди. А пока сама игра. Команде напротив Пискуль! Привет! Поле разделено на два сектора. Одновременно играют четыре команды. Специально молодцы. Авакумовская администрация сделала две площадки, чтобы команда не стояла. Сразу будет играть четыре команды. И простые, минимальные. Матч 16 минут, два тайма по 8 минут. Играем мячом 10 сантиметров, обычными клюшками, в обычных кроссовках, без коньков и валенок даже, потому что льда нет. Среди участников есть девушка Анна Вратарь. Анна, вам не страшно стоять на воротах? Нет. А вы давно играете в дворовый хоккей? Три года. Уже три года? С мальчишками? Да. В основном вы една женщина на поле? Да. Дворовый хоккей, говорит Алексей Ярцев, игра очень демократичная. Особых вложений не требуют. Нужны ворота, клюшки и мяч. А потому, если обсуждать развитие массового спорта в регионе, именно дворовый хоккей может и должен войти в тройку лидеров. Мы регулярно проводим такие соревнования в Бурашево, в Никулино, в Чуприяновке. Играем много, проводим соревнования. Есть команд 8-10. Мы очень хотим, чтобы, если кто-то нас увидит, услышит из области, мы хотим, чтобы про нас знали. Мы готовы играть в район, приехать. Мы готовы пригласить команду, которая есть в районе. Давайте играть, давайте двигаться, общаться. Хорошо проводить время. Полезно. Сами участники соревнований – люди разных возрастов и профессий. Про себя говорят – пришли на корт за розовыми щёчками и хорошим настроением. Что уже немало в наше непростое, наполненное стрессом время. Организаторы первенства надеются, что многие дворы различных районов региона подхватят эту инициативу. И зима, глядишь, пролетит быстро и с пользой для здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова